Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540. На телеканале «Звезда» время информационной программы новости. В ближайшие минуты о событиях из жизни Новополоцка и не только в студии работает Капитолин Зинкевич и сегодня в эфире. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует взвешенного подхода при амнисе осужденных за наркопреступления. В Беларуси продолжают отвечать на актуальные и интересующие население вопросы о COVID-19. Население Беларуси составляет чуть более 9 миллионов 400 тысяч человек. Белстат озвучил статистические данные по итогам переписи 2019. От посещения рынков постоянные покупатели не отказались. О каких мерах профилактики и контроля можно говорить сегодня. Подробнее об этом не только. Далее расскажут мои коллеги. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует взвешенного подхода при амнисе осужденных за наркопреступления. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, передает Белорусское телеграфное агентство. Глава государства отметил, что по его поручению Верховный суд подготовил проект закона об амнистии. Это акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным в преддверии 75-летия Великой Победы. В данном документе отрежены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год. Что касается коррупционеров, то здесь требование белорусского лидера жесткое. Заместителю главы администрации Ольги Чуприс Александр Лукашенко поручил подготовить отдельный список осужденных за коррупционные преступления. Отдельный список и прежде всего как приложение к указу мне на стол. А то мы там повыпускаем сейчас друзей и родственников некоторых чиновников. И я внимательно посмотрю, какие еще преступления они осуждены. Стоит ли не то что отпускать, а сокращаться. Президент заметил, что к уголовной ответственности привлечено немало молодежи. Многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому было поручено отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц. Надо признать, что ответственность за такую молодежь лежит в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Если мы и будем принимать решения по таким людям, мы договаривались. Глава государства особо подчеркнул, что не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам, получавшим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства. Обратил внимание Александр Лукашенко. Эпидемиологическая обстановка, санаторно-курортные оздоровления, а также темы, связанные с проводимыми сезонными работами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ответы на эти вопросы от населения Беларуси прозвучали в онлайн-режиме во время состоявшегося очередного стрима. Специалисты продолжают отвечать на вопросы беларусов, связанные с COVID-19. Стримы с населением проводят регулярно. В нынешний раз в беседе в режиме онлайн. Наряду с представителями Минздрава присоединились специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также санаторно-курортного оздоровления. По-прежнему один из волнующих вопросов – ситуация с распространением коронавируса на территории республики. По состоянию на сегодняшнее утро у нас зарегистрировано 4204 человека. Которые заболели, и сюда же входят пациенты, наши жители, которые перенесли эту инфекцию. То есть всего 4204 человека. В республике сейчас зарегистрировано 116 детей, подтвержденные COVID-инфекцией. И практически все дети переносят заболевания в бессимптомной форме, либо легкой форме. За час беседы в прямом эфире приглашенные ответили почти на три сотни вопросов, немалая часть из которых в связи с приближающимся отпускным сезоном. Касалось санаторно-курортного оздоровления. Несмотря на сложившуюся эпидобстановку, белорусы не отменяют массовое бронирование здравниц на летний период. Более того, уровень реализации услуг и путевок среди населения страны увеличился. Практически всеми санаториями приняты меры по снижению цен в пределах от 10 до 40% на путевки в целом или на определенные виды услуг. Ну то есть система скидок, она действует всегда, но сейчас эта работа активизирована. Еще неделю назад у нас уровень реализации услуг и путевок на внутреннем рунке увеличился по сравнению с началом эпидемии. Был с 19 марта, например, мы начали анализ по каждому училищу, где они проводят. То свободная реализация увеличилась на 70% среди граждан Республики Беларусь. Волнует белорусов и то, как в этот непростой период будут проводиться плановые сезонные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно предстоящее отключение горячего водоснабжения в домах. И по решению местных исполнительных и распорядительных органов мы будем рекомендовать о том, чтобы не с 11 мая начали отключать и перенесли майские отключения на более поздний срок, например, на сентябрь перед запуском отопления. Но я хочу отметить, что все равно профилактические мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны проводиться. Это будет являться залогом безопасности в зимний период. Отвечать на волнующее население вопросы специалисты продолжат. Информация о предстоящих стримах оперативно отображается на официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения Беларуси. В 2019 году в Беларуси прошла перепись населения. На данный момент Белстат озвучил итоговые данные. Согласно цифрам, население Беларуси составляет чуть более 9 миллионов 400 тысяч человек. Перепись населения в Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года. Под лозунгом «Взгляд на настоящий шаг в будущее». В течение всего периода работали около 650 стационарных участков. Помимо этого, переписчики совершали обходы с планшетами по домашним адресам. Таким образом, впервые на территории СНГ перепись проведена с использованием IT-технологий. Текущая оценка численности населения на 1 января любого года рассчитывается на основании итоговых данных последней переписи. К ним добавляется число родившихся и прибывших на данную территорию. И вычитается число умерших и уехавших с нашей территории. За 10 лет может возникать определенная погрешность, в основном связанная с миграцией населения. Для этого, собственно говоря, для более точного подсчета численности и проводятся переписи. Численность населения Беларуси по данным переписи составила 9 миллионов 413 тысяч 446 человек. Городское население Беларуси составляет 77,5%. Прирост наблюдается только в Минске и Минской области. По регионам происходит снижение, в основном из-за внутренней миграции. По городу Новополоцку на 1 января 2020 года численность населения составила 98,8 тысячи человек. По сравнению с предыдущей переписью она уменьшилась на 5%. Во время проведения переписи 2019 года в качестве переписчиков в Новополоцке привлекались студенты Полоцкого госуниверситета. Всего 111 человек. В целом они сработали неплохо. Трудности возникали из-за болезней некоторых из них. Но проблемы, основные с которыми сталкивались они при проведении поквартирного опроса, было отсутствие звонков в квартиры. Стоит отметить, что согласно международным стандартам, сбор сведений от тех, кто отказался от участия в переписи, либо не предоставили доступ в жилые помещения, осуществлялся на основании сведений, полученных из административных источников. Окончательные итоговые данные о переписи населения Национальный статистический комитет Республики Беларусь планируют опубликовать осенью 2020 года. Собранная в ходе переписи информация – это своеобразный средств и фактическая демографическая карта страны. Она послужит для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов, как в целом по стране, так и в отдельных регионах и населенных пунктах. Глеб Рокофьев, Артем Табаков, телеканал «Звезда». Усиленные меры контроля и профилактики, особенно в объектах торговли, в частности на рынках, от посещения которых постоянные покупатели не отказались. Что предпринимают продавцы и контролирующие службы, мои коллеги узнавали на месте. Овощи и фрукты, колбасные и мясные изделия, рыба и не только. Привычный ассортимент любого рынка. Многие покупатели предпочитают покупать продукты питания именно здесь. В нынешнее время контроль за осуществлением торговли и качеством товара особый. Администрации проводится контроль на торговых местах арендаторов. Ну и мы можем увидеть, что сами арендаторы соблюдают меры. На торговых местах имеются дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей торгового оборудования прилавков. Помимо весов и калькулятора, теперь обязательные атрибуты продавца еще перчатки и маска. Администрация рынка отмечает, что эта продукция хранится с учетом всех требований. Товары, которые продаются на развес, находятся в упаковке производителя. А при вскрытии защищены пленкой. Ветеринарная лаборатория, как и прежде, осуществляет входной контроль. Кроме этого, проверку соответствующих документов, соблюдение температурного режима, товарного вида и другого. Покупатели, как приходили на рынок, так и приходят. Но в основном пользуются спросом в большей степени. Может быть, фрукты, овощи на рынке. В пятницу, субботу у нас приезжают те, кто торгует саженцами рассады. Поскольку весна, и это актуально, на сегодняшний день больше людей. Каких-либо ограничений по продаже на определенные виды товаров нет. Покупатель может прийти и купить все, что ему необходимо. К слову, и посетители рынков в большинстве о своем используют средства индивидуальной защиты. Ну, все ходят, конечно, в масках. Я как вижу, и сам вот хожу в масках. И могу, и сейчас же вот так же одеваю тоже. В основном женщины, конечно. Мужчина как-то или стесняется, или еще что-нибудь может. Ну, наш возраст, как говорится, 65 и плюс. Ну, я считаю, это неумно. А что неумно? Потому что, ну, думает, а, пронесет, а это не проносит. Я себе вот маску одеваю, перчатки одеваю. Так, и стараюсь обходить. Ну, я хожу только в магазин сейчас. Раз в неделю. Кроме этого, в других объектах торговли, общественного питания и услуг по-прежнему соблюдаются рекомендации по снижению распространения острых респираторных инфекций. Это разобщение посетителей на расстоянии полтора метра друг от друга, проведение массовой дезинфекции и многое другое. Глеб Рокофьев, Артем Табаков, телеканал «Звезда». Маски, перчатки и соблюдение принципа социального дистанцирования. Эти меры, по мнению медиков, позволят снизить риск заражения вирусными инфекциями в условиях неблагополучной эпид-обстановки. Когда и как правильно использовать средства индивидуальной защиты, узнавали мои коллеги. Как снизить риск заражения вирусами в условиях неблагоприятной эпид-обстановки? На сегодняшний день вопрос актуален абсолютно для каждого. Пока одни прибегают к полной изоляции и народным методам укрепления иммунитета, другие запасаются средствами индивидуальной защиты. Все чаще на улицах Новополоцка можно встретить людей в масках и перчатках. Это первый шаг к защите себя от вируса при общении с заболевшим или контактирующим человеком. Правда, носить эти средства с защитой на улице повсеместно медики не советуют. Уместно будет воспользоваться маской и перчатками, отправляясь в общественные места, в магазин или аптеку. На свежем воздухе, конечно, нужно бывать и нужно дышать кислородом. Поэтому, если вы выходите погулять с собакой, если вы выходите просто прогуляться в лесопарковой зоне, в этих случаях маску одевать не нужно, потому что людей вокруг вас нет. И одев маску, вы, наоборот, можете, побыв в этой маске в магазине, потом выйдя на улицу, идя в ней, то, конечно, вы можете, наоборот, еще больше заболеть вероятность, чем если вы будете на свежем воздухе находиться без маски. И гулять нужно. Здесь же стоит понимать, одноразовую маску используют один раз. Казалось бы, и так понятно, но многие используют ее и повторно. Смысла в этом нет. Спустя пару часов ее защитная функция уже не работает. Что касается многоразовых масок, их нужно обрабатывать после каждого использования. Только тогда мера эффективна. Такая же ситуация и с перчатками. Надели единожды и выбросили. Еще один действительно работающий метод – сохранять дистанцию. Это важно применять везде – на улице, в магазине, в подъезде. Принцип социального дистанцирования, о котором сейчас много говорят, это, конечно, для чего делается. И говорится об этом. Для того, что вирусы, любые вирусы респираторные, наиболее, конечно, путь передачи и возможность передачи – это при плотном, тесном, длительном контакте. И радиус, скажем, передачи вируса с человеком, который имеет симптомы респираторной инфекции либо является здоровым носителем – это, конечно, ближе, чем полтора метра. Поэтому, если вы пришли, опять же, в магазин, вы пришли в аптеку, либо вы пришли в поликлинику, то, конечно, полтора метра минимальная дистанция должна быть. И даже если человек является здоровым носителем, то возможность заболеть значительно меньше. Обработка рук – наиболее важная составляющая снижение риска инфицирования. Вирус остается на поверхности. Дотрагиваясь до двери домофона или кнопок в лифте, вирус попадает на руки, а после – слизистая человека. Происходит заражение. Поэтому в это время гигиене рук – особое внимание. Мытье с мылом и обработка антисептиком – несложное правило, которое позволит сократить риск заражения. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Телеканал «Звезда». На этом у меня все новости. В завершении я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании. Свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Всего доброго и берегите себя. Новости фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540.